Здравствуйте! В эфире Бессарабия ТВ Новости в студии Николай Юшкиевич. Сегодня в нашем выпуске. Началась третья неделя Великого Поста. Крестопоклонная. Какие изменения ожидают Белгороднестровскую горрайонную многопрофильную больницу в текущем году, узнавали наши корреспонденты. Городские власти Вилкова готовятся расчистить ерики. Сотрудники насполиции, прокуратуры и СБУ во время совместной спецоперации задержали банду наркоторговцев. Шаба посетили артисты вокально-инструментального ансамбля «Лейся, песня». Об этом и не только. Смотрите далее. Оставайтесь с нами и не переключайтесь. Началась третья неделя Великого Поста. В православии ее называют крестопоклонной. В этот период верующие вспоминают крест, на котором страдал Иисус Христос. Елена Малаеван расскажет больше. Третья неделя Великого Поста. Крестопоклонная. Все православные христиане поклоняются честному, животворящему кресту Господнему. Каждый из них является крестоносцем. Ведь во время таинства крещения им одевают нательный крестик. И произносятся такие словащие, кто хочет по мне идти, да отвержится себе и возьмет крест свой, и по мне грядет. Это значит, человек отказывается от своих грехов, от своих страстей, от своих всех привязанностей к этой жизни, идет за Господом. Невзирая на все испытания, на все болезни, скорби, на все, что происходит в его жизни, человек несет тот крест, который даровал ему Господь. В эти дни православные христиане вспоминают крест, на котором страдал Иисус Христос. Это время является особым укреплением для верующих. Некоторые люди уже не могут держать пост, а поэтому начинают понемногу попускать воздержание и употреблять скоромную пищу, рыбные блюда. Но священники советуют этого не делать. Каждый должен понимать, что усугублять надо самое главное пост духовный, и параллельно с этим и телесный не ослабевать. Если мы духовно будем укрепляться, Господь каждого из нас укрепит, Господь каждого из нас проведет в эти сложные для нас, казалось бы, дни. Эти дни не сложные, а дни радостные, ибо дни поста, они несут духовную радость в сердце каждого человека. Человек все больше и больше отвлекается от мирских проблем, от суеты, от развлечений, и все больше и больше приближается к Господу. В дни Великого Поста необходимо читать Святое Писание, хотя бы одну главу в день. Это очень хорошо, когда человек познает Слово Божье. Также мы читаем деяния святых апостолов. Мы читаем житие святых угодников Божьих, пример которого является для каждого из нас, потому что ихнее житие показывает, как надо жить во славу и во имя Божье, как надо нести свой крест достойно, чтобы удостоиться Царства Небесного. Самое главное, каждый из нас должен осознавать и понимать, что все, что мы читаем, мало того, что прочитать, надо для себя проанализировать, сделать какой-то вывод и применить это в своей жизни. Нужно помнить и понимать, что главное, чтобы к празднику Пасхи Христовой каждый человек, посмотрев на тот путь, который он прошел, понимал, что он за этот период обновил свою душу, изменил свою жизнь. Пост, он не заканчивается. Это календарный пост заканчивается. А человек духовно должен проводить в таком же состоянии всю свою жизнь, чтобы пребывать с Господом, чтобы Господь был в сердце каждого человека, чтобы мы не отказывались от Бога. А самое главное, чтобы мы не отказались от того креста, который даровал каждому из нас Господь. Укрепи, помоги, сохрани, Боже, каждого из нас человека достойно пройти эти дни Великого Поста. В субботу, накануне воскресного дня Третьей Седмицы, на вечернем богослужении выносится животворящий крест Господень. Перед ним священнослужители и прихожане трижды кланяются. Елена Малаеван, Анатолий Лукинчук, Бесарабия ТВ В минувшую пятницу в Белгороднестровском районе погиб человек. Вот, что об этом происшествии нам смогли рассказать спасатели. 10 березня 2017 року на пункт зв'язку частини 16-ї Державно-Пожежно-Рятувальної частини в 11 годині 40 хвилин надійшло поведомлення від швидкої медичної допомоги про вилулення загиблого человека, ймовірно, від отруєння чадним газом в селі Олексіївка Белгороднестровського району. На місце події було направлено чергового інспектора для засювання обставин. В ході огляда місцеподії з'ясовано, часмерть наступила від отруєння чадним газом в наслідок паління у ліжку. Недопалок випав на подушку, в результаті чого почало клиння самої ж подушки та від чадного диму, який виділявся від клиння, загинув господар будинку 1935 року. Під розділи Белгороднестровської пожежно-Рятувальної частини до даного факту не залучались. В бюджете розвития на 2017 год запланировали деньги для ремонта третьего этажа детского отделения Белгороднестровской гор-районной многопрофильной больниці. Кроме этого, планирують закупить лекарства і улучшить качество питання пацієнтів. Що ще може зміниться в роботі медиків, узнавала Татьяна Карпенко. В Белгороднестровській гор-районной многопрофильной больниці в прошлом году за деньги местного бюджета було сделано немало. Отремонтировали крышу физиотерапевтического отделения, подъездные пути, сделали новые тротуары, заменили теплотрассу. Кроме этого, приобрели УЗИ-аппарат с доплером. По словам Игоря Десятника, в этом году в бюджете развития города тоже запланировали средства на улучшение условий пребывания пациентов в лечебнице. Ну, в этом году мы планируем отремонтировать детское отделение, где мы сейчас находимся, третий этаж. Уже ремонтируется туалет, ну, санузел хирургії, будет ремонтироваться санузел в терапевтическом отделении и будет перекрываться крыша второго корпуса инфекционного отделения. Плюс из местного бюджета есть такой проект Делуид по оказанию помощи больным с ВИЧ-инфекцией и кабинет заместительной терапии, который находится в поликлинике. На ремонтные работы в этом году планируют выделить более миллиона гривен, говорит Игорь Десятник. Дополнительно предусмотрели средства для приобретения передвижного рентгенаппарата и закупки лекарств. 500 тысяч на закупку мягкого инвентаря, потому что у нас уже порядка, ну, лет 30 точно вообще не пополнялось больницам мягким инвентарем. То есть мы не закупали ни матрасы, ни просто ничего. То, что сегодня есть в отделениях, это, скажем так, спонсорская помощь, это базы отдыха, это знакомства какие-то в таком плане. И миллион 250 – это дополнительно выделено на закупку медикаментов. Ну, по крайней мере, обеспечение больных, которые будут находиться у нас в стационарах медикаментами, оно будет получше. И плюс выделены средства на питание дополнительно. Вот. В сумме, если взять, это порядка 4 миллионов. Несколько лет назад в детском отделении привели в порядок второй этаж. По этому же принципу сделают ремонт и на третьем. Свои изменения внесла и реформа медицины, говорит Игорь Десятник. В процессе обсуждения переезд детской поликлиники. Ну, вопрос детской поликлиники, это будет решаться. Почему? Потому что в пятницу, вернее, позапрошлую пятницу состоялась сессия райсовета, где депутаты райсовета поддержали вопрос о создании, ну, вы знаете, сегодня единого медицинского пространства, то есть на территории городской больницы, будет, она уже, как бы, по названию мы так уже работаем, да, горрайонная многопрофильная больница. Теперь это будет, все отделения будут сконцентрированы на базе больницы. Единственное, лор-отделения, и планируем открыть 10 кое-глазных, это будет на территории района и терапевтический корпус. Вот. Травматологию мы забираем, акушерство, гинекология тоже будет единый блок. По словам главврача, детская поликлиника будет расположена в одном из зданий горбольницы в центре города. Но в каком именно, говорить пока рано. Есть и изменения в режиме работы. У нас сегодня 40, почти 49,5 ставок, введено дополнительно круглосуточное дежурство. То есть, мы сегодня рентген делаем круглосуточно, в лабораториях круглосуточно. У нас дежурит доктор и аниматолог, у нас дежурит травматолог, у нас дежурит хирург, у нас дежурит педиатр, у нас дежурит акушер-гинеколог и дежурный терапевт по больнице. Что позволяет своевременно и на высоком уровне оказывать помощь. Я думаю, что это разумное решение, потому что она будет оказываться жителем территории, то есть как города, так и района. То есть, люди ничего не почувствуют, они только выигрывают. Тем более, что сегодня, я не побоюсь этого сказать, техническое состояние больницы, то есть, это то, что власти обращают внимание, и, скажем так, депутатский корпус тоже помогает нам в этом. Мы стараемся идти в ногу со временем. Татьяна Карпенко, Виталий Солодухин, Бессарабия ТВ Городские власти Вилкова готовятся расчистить ереки. На это потребуется немалая сумма. Пока что из областного бюджета выделили только 800 тысяч гривен. В горсовете имеется порядка 500. Как сообщают корреспонденты интернет-издания трассы Е-95 со ссылкой на мэра города Матвея Иванова, цитирую, Сама работа обойдется в сумму около 50 миллионов гривен. Это чтобы углубить раз и навсегда, отдомбовать, сделать туристические маршруты с остановками. Для Вилковой ереки даже большая проблема, чем разбитые дороги. Если дорога плохая, то по ней все равно можно проехать. А если в ереке нет воды, то не проедем. Банально, покойника вывести по кладкам не вариант, отметил Матвей Иванов. С 1 марта в Белгороднестровском начался двухмесячник по благоустройству города. На что же в первую очередь керманцы просят обратить особое внимание местной власти, узнавала Татьяна Коваль. З приходом весны у Белгороднестровскому, как и в многих местах держави, проходить низко заходів з благоустрою. Це прибирання парків, скверів, вулиць. Приведення доладу прибудинкову територію. На что же керманцы просять місцеву владу звернути особливу увагу, аби місто стало більш доглянутим. На порядок дороги, уютно, щоб було. Вот це самое главное. А по-моєму, все остальное переложиться само собою. Я думала, що нам обратити внимание. Ми обращаємо на дырки. Дороги, роз'їзди і все прочее. Як всегда, проблеми те ж саме, в принципі. Ну, дороги, ви то ж саме видите. Опять же, всегда треба двигатися вперед, куча всього можна сделать. Тем более, в курортном такому городі з достопримечательностями, в первую очередь, сделать условия для людей, щоб люди їхали, оставляли здесь деньги свої. Як бачимо, більше з пересічних екерманців просять у першу чеху приділити увагу дорогам. Старожили Білорганістровського нарікають, що потрібно більш частіше влаштовувати суботники та залучати молодь. Ну, щоб чисто було в городі, поверено, щоб було, щоб йшло і раділося, що весна, чистий город – це найголовніше. Та, улучшення є, звісно, і дорожки, але цього мало, мусор ще валяється, не убирається як потрібно. Ідеш, особливо, я живу на Парковій, собаки бігають, тільки багато собак, і люди бедні, ахаю, вони ж бросяться на людей. І об цьому говорять, говорять, але нічого не робиться, нічого. Ось раніше, коли я ще була молода, то у нас якось проходили і перевіряли, якщо чесні будинки, то штрафували, люди за цим следили. А зараз, побачите, будь-які будинки, там ні проїхати, ні пройти, і теж ніхто цим не займається. Я не знаю, що в нас роблять комунальної служби, але, по крайній мере, ніхто цим не займається. Молодь Білгородністровського теж згодна з думкою, що треба підтримувати порядок і проводити частіше суботники. Але й не полягає і на необхідності розвитку дитячого спорту. Я вважаю, що треба спорт розвивати. Я люблю спорт, допустим, є кілька площадок, я, як з дитинства, здесь живу, люблю поіграти в футбол, баскетбол, допустим, от хожу, смотрю, що не тільки хуже становиться, то є, нічого краще не відбувається, але от единствено сокол отремонтували. Ну а дехто з городян має власний рецепт успішної діяльності місцевої влади та комунальників. Вони чітко розуміють, на що треба звернути увагу. На роботу свою, тільки роботить нормально. Тетяна Коваль, Андрій Романовський, Бесарабія ТВ. Банда, в которую входили підготовлені спортсмени. Преступники займались наркобізнесом, розбоями, похищенням людей, запугиванням, вимогательством і контрабандою. Во время совместной спецоперації сотрудники полиції, прокуратури і СБУ смогли їх задержать. Подробности расскажет Елена Малоїван. Ще в серпні 2016 року працівники Управління внутрішньої безпеки Нацполіції в Одесі отримали інформацію про групу наркоторгівців, яка діє на території міста та області. Слідчі Київського відділу Одеської поліції розпочали кримінальне провадження. Під час слідства було встановлено, що учасниками групи є добре підготовлені спортсмени, які, користуючись впливом в кримінальному середовищі, організували мережу діяльності дилерів, яким постачали наркотичні засоби та психотропні речовини. А потім під фізичним впливом змушували цих дилерів перераховувати їм гроші на банківські картки. У ході слідства встановили, що банду очолював 30-річний Одесит. Саме він налагодив канал постачання канабісу та амфетаміну з міста Ренішчого на Одещині. Інші учасники ОЗГ теж уродженці Одеської області віком від 24 до 45 років. Крім того, що вони займалися постачанням наркотиків у великих об'ємах, таких як канабіс, амфетамін, кокаїн, екстазі, вони були викриті правоохоронцями ще і у розбійних нападах, вимаганні, залякуванні, викраденні людей. А також мали корупційні зв'язки у митній службі, що допомагало їм налагодити контрабанду алкогольної продукції та інших товарів з території Румунії. Минулому одному з учасників групи було повідомлено про підозру у вчиненні розбійних нападів та умисного вбивства. Але якимось чином йому вдавалося уникати покарання за скоєне. Після збору доказів та відповідної інформації щодо учасників групи, правоохоронці спільно з іншими відомствами затримали учасників ОЗГ. На місцях мешкання фігурантів провели 11 обшуків. Під час яких знайдена велика кількість наркотичних засобів та психотропних речовин, таких як амфетамін, канабіс, екстазі, приладдя для виготовлення амфетаміну, пакувальний матеріал та ваги для наркотичних засобів, 25 мобільних телефонів, 7 карти, банківські картки, 5 тисяч доларів США, 40 тисяч гривень. Також правоохоронці виявили справжній диверсійний арсенал, серед якого вогнепальна нарізна зброя, холодна зброя, пневматична зброя, велика кількість набоєв до цієї зброї, вибухові пристрої та вибухові пакети, сигнальні ракети, димові шашки, рації, камуфльована форма, балаклави. Як повідомляють у пресслужбі Нацполіції, все, що знайшли правоохоронці, направили на проведення експертизи. П'ятьох головних фігурантів організованої злочинної групи затримали. У ході слідства буде встановлено, з якою мотою банди зберігала таку велику кількість зброї та вибухових пристроїв, де збиралися їх застосувати. Причетність до діяльності банди інших співучасників, а також остаточну кваліфікацію злочинних дій затриманих. Уже через нескільки тиждень, згодом указу президента, в Україні почнеться весення приземна кампанія. Як буде проходить набор в армію і що ждет срочників, узнавала Татьяна Ковалі. Уже з апреля текущего року почнеться весення приземна кампанія. На срочну службу отправяться молоді парні в возрасте от 20 до 27 років, не имеюючий проблеми со здоров'ем. Услови остаються неизменними. Юноши, получивши высше образование, посвятять українській армії 12 місяців. Остальні будуть служити полтора року. Згідно закону з 18 до 25, згідно рішення президента, воно йде з 20 по 27 років. Але бажаючи з 18 до 20 років, з свого бажання і батьків теж можуть піти на строкову військову службу. Перші привлігії на строкову військову службу – це, по-перше, дається дві заробітні плати, хто йде на строкову службу, по-друге, можливість в нього поступити в вищі навчальні заклади, залишається за ним заробітна плата на тому підприємство, в якому він працює, і місце роботи. Як розказав воєнний комісар Білгород-Дністровського, осенью прошлого року із 300 парней, які вызвали по пов'язокам, в алькомат явилось 260. Із них 37 чоловік по состоянию здоров'я не можуть служити в армії. Ну, згідно постанови Кабінету міністра 921, оповіщення проходили населищні ради проводить, викликають їх військовий комісаріат, вони проходять військово-лікарську комісію городську. Якщо вони придатні до військової служби, це визначає головний лікар городський, чи райони, в залежності від якого району вони приходять, не район, а чи гора, чи район. І тоді вони відсилаються на призивний пункт одеський обласний, і вони вкомплектуються і розпределяються по військовому частину. Це залежності, які є замовлення. В основному ідуть збройні сили, нацгвардія, железнодорожні війська і пограничники у нас зараз є. Ну і, звісно ж, найголовній питання, який волнує як призивників, так і їх батьків, касається служби в зоні проведення антитеррористичної операції. Як заверив воєнний комісар Білгород-Дністровського Вадим Шевчук, безпокоїться не о чим. Ну і найголовніше, щоб батьки не переживали, в указі президента було, я зачитаю, навіть не допустити залучення військовослужбовців, строкової військової служби, до виконання бойових завдань в районі проведення антитеррористичної операції. Так що батьки хай не переживають, обов'язок згідно закону військової служби треба виконувати. Татьяна Коваль, Віталій Солодухин, Бесарабія ТВ Баскетбол – одна із самых популярних командних игр в далеком 1891 году. Преподаватель юношеского коледжа Джеймс Нейсмит привязав к перилам спортзала корзини для персиков и предложил своим воспитанникам бросать в них мяч. С тех пор прошло немало времени, а поклонників у этой игры становится все більше. В Ізмаїле в конце прошлой недели основали новую традицию – ежегодно проводить баскетбольний турнір среди юношей украинской Бесарабії. Тем самым организаторы хотят приобщить жителей южного региона Одесской области к этому виду спорта. 10 і 11 марта в спортивному зале Ізмаїльской спецшколи номер 1 проходил первый турнір по баскетболу среди юношей 2005-2006 годов рождения – «Спортивные надежды Бесарабии». Организовали соревнования «Спортивно-оздоровительный центр город-делообразования» и «Городская федерация баскетбола». Юных спортсменов приветствовал Григорий Корчагин. «Соревнования, в которых вы участвуете, наверное, нужны для того, чтобы за многие годы тренировок или месяцы тренировок, которые вы провели в своих спортивных школах. И эти соревнования уже для того, чтобы вы по месяцам могли силами и узнать, как вы подготовлены к такому красивому виду спорта, как баскетбол». Торжественный парад участников принимали президент Измаїльской федерации баскетбола Григорий Корчагин, заместитель директора спортивно-оздоровительного центра город-делообразования по учебно-воспитательной работе Ирина Ковтун, главный судья турнира Николай Шкепух и директор школы Диана Дудченко. «Уважаемый членов комитета, парад открытия юношеского турнира «Спортивные надежды Бесарабии» построил. Должен главный судья Шкепух». «Так, Влад, принял». В турнире приняли участие четыре команды – две из «Измаила», по одной из «Кельи» и «Рени». К сожалению, в связи с отсутствием финансирования не смогли приехать спортсмены из Южного. «Дорогие наши мальчишки, наши любимые, уважаемые, ущерб спортсмены, баскетболисты нашей надежды, мне очень приятно, что они приехали к нам, и я приглашаю вас в первый турнир, к нам из «Измаила». И сегодня наш спортивный совет, а он у нас счастливый, и мы все зайдем в первые места». В течение двух дней боролись команды за звание победителей. В субботу состоялось подведение итогов и закрытие первого турнира по баскетболу среди юношей Южного региона. Первое место завоевали спортсмены из «Кельи», на втором и третьем – две команды из «Измаила». Определились и с лучшими игроками этих соревнований. Ими стали Харамин Демьянов из «Кельи», измаильчане Илья Брашкин и Константин Картеляну, а также Александр Куртьев из «Рени». Организаторы турнира «Спортивная надежда Бессарабии» пообещали, что он станет традиционным и соберет в следующем году гораздо больше участников. Галина Величко, Игорь Коц, Измаил, Бессарабия ТВ. 11 марта в Шабо пожаловали артисты вокально-инструментального ансамбля «Лейся песня». Несмотря на весеннюю дождливую погоду, в местном доме культуры собрались почитатели их таланта. Наталья Чеботарь тоже приобщилась к прекрасному. Что из этого получилось, увидите далее. 11 марта село Шабо Белгороднестровского района посетили артисты вокально-инструментального коллектива «Леся песня». Они известны многим своими бессмертными хитами – «Обручальное кольцо», «Верба», «Клен» и не только. С момента основания в 1975 и на протяжении 20 лет их песни были на пике популярности. В 2015 проект «Золотая коллекция лучших песен Ви Олейся песня» сделана в Украине, позволил их фанатам вспомнить молодость. Проект заключает в себя выборочные лучшие песни, созданные известными авторами и исполнителями советскими, которые игрались во время в коллективе «Леся песня». Все это собрано в «Золотую коллекцию», как мы ее называем. Она насчитывает в себе около 30 песен. Вот эту коллекцию мы представляем зрителям в туре, в всеукраинском туре этого года. Более трех лет среди бывших участников ансамбля шел строгий отбор. Основная сложность заключалась в том, что живут они по всему миру, а выбирать следовало из тех, кто проживает в Украине. После этого песни коллектива зазвучали не только на сценах нашей страны, но и за рубежом. За эти два года весь земной шар. Америка, Канада, Европа, Азия и так далее, потому что русскоязычная, мы в основном играем, у нас русскоязычный репертуар. Песни наши узнают несколько поколений, нам их понятно, где играть, собственно, публике понятно, куда они идут, на какую музыку. И нас слушают везде, у нас границ нет. Но, тем не менее, нет ничего приятнее, чем выступать на родной земле в Украине. Всего за последние полгода артисты трижды посетили Одесскую область. И, как рассказывает Геннадий Федосов, им очень приятно побывать в Шабо. Ведь прошедшие через десятки лет песни должны быть вновь услышаны всеми украинцами. Пока участники заканчивали последнее приготовление, в ДК собралось довольно много людей. Ну, во-первых, молодость, во-вторых, хорошее настроение, ну, а в-третьих, наверное, старые друзья, коллектив, с которыми всегда приятно встречаться. Мы хотим услышать песни нашей молодости. Мы устали, конечно, вы молодые, вам интересно очень вот эти вот молодежные ваши песни, да? Вот, а нам хочется услышать песни нашей юности. Вот, поэтому нам хочется вот послушать, если нам это удастся, мы благодарны. Одним словом. Ну, песни юности, в первую очередь, естественно, вспомнить молодость. Посмотреть, на что сейчас ребятки, старички способны. Просто интересно. Осталось у них то, что было... Тот запал, который был когда-то. Да, запал туда. А какие песни помните в названии этого? Ну, все, что там... Ой, да практически все. Прикланы и... Ну, и плен, само собой все было написано. И пароход. Какая любовь, и пароход. И, ну, названия, может, всех не помню, но на слуху они все. В зале гаснет свет, и вот на сцене появляются артисты. Зрители бурными аплодисментами встречали своих кумиров. Я так и знал, я так и знал, не зря тебя. Я ревновал, не зря в разлуках тосковал. Все так и вышло. Я так и знал, я так и знал, твоей любви напрасно ждал. И вот теперь я лишним стал. Я третий лишний, лишний. На протяжении полутора часов гости Шабовского дома культуры наслаждались звуками музыки своей молодости. Белый теплоход, «Где же ты была», «Не умирай, любовь» и многие другие известные хиты группы они пели вместе с артистами. Криками «Браво» и безудержными аплодисментами. Именно так и завершился концерт. Наталья Чеботарь, Андрей Романовский, Бессарабия ТВ. Вот такие сюжеты подготовили сегодня мои коллеги. Мы встретимся с вами уже завтра, как обычно, в 18 на 0 на телеканале Бессарабия ТВ. Всего вам доброго и хороших новостей. Редактор субтитров А.Семкин